У нас есть на связи наш астролог. Да, друзья, сегодня понедельник. Традиционно мы заглядываем в астрологические перспективы предстоящей недели. И помогает нам в этом, что совершенно ожидаемо и радостно, Наталья Сарамут. Сейчас она появится в наших экранах благодаря... О, из автомобиля прям. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, ну как вообще? Вы отмечаете День Святого Валентина? Давайте с этого начнем. Ну, конечно, как все нормальные люди. Как все нормальные люди, да. Ну, вы входите, в общем, в мои ряды. Я тоже отмечаю. Ну, а давайте поговорим, конечно, об астрологической погоде на эту неделю, потому что очень любопытно, что будет происходить. Вы знаете, настолько замечательная погода, что даже вот хочется захлеб рассказывать. Во-первых, у нас две планеты меняют знак Зодиака. Это Меркурий у нас переходит из романтического знака, а рыб переходит в водолей. Поэтому мы будем быстрее соображать. Вообще, в принципе, те люди, которые немножко тормозили, начнут быстрее соображать, принимать решение, не бояться действовать. Во-вторых, в конце недели у нас Солнце, наоборот, переходит в сентиментальный знак рыб. Это вот две планетки меняет знак Зодиака. Но самое замечательное, вы знаете, такое ощущение, что планеты как бы извиняются перед нами. И вторую неделю, уже не вторую, а третью неделю радуют нас такими красивыми конфигурациями, такими замечательными аспектами. Вот в частности, сегодняшний праздник совпадает с таким интересным событием по поводу Венеры, да, хочется сказать отдельно. Венера, планета любви, планета женского начала, находится в соединении с планетой Марсом, который Марс отвечает за мужское начало. И вот эти вот две планетки, именно всю неделю, в понедельник, вторник, среда, до конца недели будут находиться вместе, будут... Вместе будут. На самом интересном месте, я поняла, что Марс сливается с Венерой. Давай это так назовем. Это женское начало и мужское. Это значит, что женщины и мужчины сегодня будут в полной гармонии, гармонии. Давай мы будем в гармонии с Натальей. Не только сегодня. Предстоящая неделя очень хорошо подходит для тех, кто хочет сделать предложение, например, да, для, ну, понятно, какое предложение. Для тех, кто хочет помириться, если кто-то находится в ссоре, немножко обижаться на своего любимого человека. Кто-то, может быть, хочет вернуть свою старую любовь, пожалуйста, действуйте. Все, 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 вся погода астрологическая для этого. Прекрасно. В общем, нас ожидает такая романтическая и способствующая делам амурным неделя. Да. Начинаем прямо с утра. Да, в общем, даже космос за день любви, даже космос про любовь, он дает эти энергии. Как можно не отмечать? Ну, я, конечно, уточню у Дмитрия Рогозина, но, в принципе, наверное, да, да, наверное. Спасибо вам большое, Наталья, спасибо вам большое. Мы, знаете, очень счастливы из-за этих новостей, радостны мы все-таки. Праздничный эфир у нас сегодня, Деньского Валентина. Наталья, с праздником и счастливой дороги, будьте осторожны. Вас тоже. Спасибо. Мы возвращаемся. Ну что, подведем итоги? Давай, вот я тебе... А почему у тебя сердце такое, вот оно неровное? Согласен, с патологией. Сейчас, наверное, кардиологи так думают, ну, ты, брат, наворотил тут. Но вот из того, что было. Ну и прищепочка как-то очень, как-то скромненько, одна прищепочка. А, тебе прищепки нужны? Нет, подожди, видно, что ты вот по твоей Валентинке, видно, что ты парень скромный. Ну вот, скромный. Ты можешь довольствоваться. Посмотри, у тебя всего лишь сердечко, раз, два, три, четыре. Ведь очень все лаконично. И у меня, понимаешь, вот тут все блестит, все красиво. И аж четыре прищепки сердечком. Много любви сильно у тебя. А у тебя очень мало. Только одно сердечко. Не расстраивайся. Я не расстроен, Марина, просто, наверное, надо уже как-то записывать твои измышления в специальный сборник. Давайте сейчас в блок полезной информации, друзья, и будем уже уходить на финал этой программы.